Поворот не по правилам. В дорожной аварии на радиозаводском шоссе погибла 51-летняя велосипедистка. На место происшествия выехал наш корреспондент Елена Петрова. Это то самое место, где произошла трагедия. Здесь по-прежнему интенсивное движение. За рулем автомобиля, совершившего наезд на велосипедиста, находился 21-летний молодой человек. В больницу пострадавшего привезли с сильным ушибом мозга и множественными переломами. И уже около 10 часов вечера муромлянка скончалась от полученных травм. 51-летняя женщина на велосипеде выехала со стороны гаражного кооператива на проезжую часть дороги в неустановленном для этого месте. Здесь даже не было пешеходного перехода и была сбита автомобилем «Фольксваген-транспортер». Госавтоинспекция в очередной раз напоминает велосипедистам о необходимости соблюдения правил дорожного движения. На проезжую часть дороги, именно дороги общего пользования, должны велосипедисты появляться старше 14 лет. И двигаться по краю проезжей части. Все остальные младше 14 лет участники дорожного движения должны двигаться по тротуару или специально отведенных обозначенными знаками дорожной разметкой велосипедным дорожкам. Культуру поведения на дороге надо прививать с детства. Кирилл Кудаков знает, как должен вести себя юный велосипедист. Когда садишься на велосипед, нужно быть внимательным к пешеходам и любому движущему транспорту. Если я хочу пересечь проезжую часть по пешеходному переходу, то я должен слезть с велосипеда и перевезти его. Тем не менее, статистика неумолима. Только за последний год в Мурме произошло 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали велосипедисты. В половине из них виновниками ДТП они были сами. Елена Петрова, Александр Симонов, Новости, Муром. Редактор субтитров А.Семкин